Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. У нас в гостях председатель Центральной измерительной комиссии Чуваши Александр Цветков. Александр Иванович, здравствуйте. Добрый день. Александр Иванович, ну, наверное, процесс пошел. Президент подписал указ и назначил выборы в Государственную Думу страны. Государственный Совет Чувашской Республики также назначил выборы в парламент. Что нас ждет нового в эту предвыборную кампанию? Давайте обсудим какие-то новеллы законодательства. Процесс идет, идет полным ходом. Выборы, как вы уже сказали, назначены. Безусловно, они будут проходить немножко по измененным правилам. Но, с другой стороны, вот, на мой взгляд, это одна из наиболее стабильных кампаний. То есть у нас не поменялась схема округов ни по Госдуме, ни по Госсовету, чего, честно говоря, раньше вообще не было. У нас перед каждым выборами округа нарезались заново. Вот. Не сильно изменило законодательство. И все изменения в основном связаны с той ситуацией, которая не зависит от выборов. Это вот те условия, в которых мы уже больше года живем. Пандемия, новая коронавирусная инфекция. И понятно, что организовывать и проводить выборы в этих условиях намного сложнее, чем раньше. Но, тем не менее, мы в прошлом году уже через это, через все проходили. Вот. И самое главное новеллы, то, что голосование будет не один день. Уже со стопроднятной уверенностью можно сказать, что голосовать мы будем три дня. 17-го, 18-го, 19-го. ЦИК России, как комиссия, организующая самые самый верхний уровень выборов уже приняла такое решение. Ну и как раз мы ко всему этому и готовимся. Хорошо, Александр Иванович, если будет голосование три дня, один из таких больных вопросов, и много было нарушений вот в прежние годы, да, когда объявлялся День тишины, а многие наблюдатели фиксировали агитационную кампанию. Будет ли День тишины? Как вот решается этот вопрос? В условиях трехдневного голосования такого в традиционном понимании Дня тишины уже нет. То есть агитация разрешена до четверга включительно, и в ноль часов пятницы любая агитация запрещена. Соответственно, пятница, суббота, воскресенье проходят без агитации. Сейчас предполагается ли голосование вне помещения, так называемое внутридворовое голосование? Ну вот, я уже начал говорить о том, что для того, чтобы предотвратить распространение инфекции, основная задача максимально раздвинуть, развести потоки избирателей по времени и в пространстве. По времени понятно, голосуем три дня, и каждый избиратель может выбрать, в какой момент ему проголосовать. Как потоки развести в пространстве? Есть традиционное голосование на дому по заявлению. Оно, кстати, тоже будет осуществляться три дня, и в течение этих трех дней любой избиратель, который себя не очень хорошо почувствовал, или там по каким-то другим причинам не может прийти на избирательный участок, он может направить сообщение в избирательную комиссию свою участковую, и к нему приедут с переносной урной, и максимально в безопасных условиях передадут ему бюллетень, и он проголосует такой избиратель у себя дома. Но другая форма – это вот такое придомовое голосование, когда голосовали во дворах, на песочницах, на спортивных площадках, ее на этих выборах не будет. Эта форма себя проявила не лучшим образом, и она справедливо подвергалась критике. Вот, и третья форма – это голосование в населенных пунктах, где нет избирательных участков, и где транспортное сообщение либо отсутствует, либо очень слабое. Вот она как раз проявила себя весьма неплохо, и мы ее будем применять. Это в сельской местности, в маленьких населенных пунктах, где проживает там, условно, от 50 до 100 избирателей. К ним по графику будет приезжать участковая комиссия. Назначается время, вывешивается объявление, людей предупреждают, информируют. Формы могут быть разные. Приезжает либо автобус приедет, либо там микроавтобус. Возможно, если не самый большой населенный пункт, это будет там один или два легковых автомобиля. Привезут с собой технологическое оборудование, тоже вот переносную урну, ящик для голосования, ширму для того, чтобы организовать тайное голосование, отдельную тетрадь из списка избирателей. В это время основной избирательный участок работать не будет. Те избиратели, которым удобно, они могут проголосовать, выйти из своего дома, пройти там 10, 15, 100 шагов и подойти к пункту голосования первые два дня. То есть получается, что не избиратели едут на избирательный участок, а наоборот, участковая комиссия приезжает к ним домой для организации голосования. Вместе с наблюдателями, то есть максимально прозрачно. Александр Иванович, будет ли электронное голосование? Будет ли республика участвовать в этом эксперименте? Дистанционное электронное голосование – это вообще будущее выборов. Я глубоко убежден, что рано или поздно мы все будем голосовать с наших телефонов, компьютеров, планшетов. Но пока наша республика в этом эксперименте не участвует. Он продолжается уже второй год. Есть субъекты, которые уже второй год у себя проводят такие эксперименты. С чем это связано? Не с тем, что у нас слабо развитая информационная технология, а с тем, что у нас большое количество выборов, на мой взгляд. Потому что у нас кроме выборов депутатов Госдумы есть еще и выборов депутатов Госсовета. Это тоже очень большая компания с большим количеством кандидатов. И плюс еще у нас порядка 130-140 еще дополнительных местных компаний. Мы будем выбирать депутатов представительных органов местного управления. ДЭГа как такового у нас не будет. Но у нас сохраняется эксперимент с прошлого года по сбору подписей избирателей в поддержку кандидатов или партии через единый портал государственных и муниципальных услуг. Это на каком голосовании? Это на выборах депутатов Государственного Совета. Будет ли организовано видеонаблюдение на всех участках? И как это будет организовано? Примерно одна треть участков будет закрыта по федеральному контракту через компанию Ростелеком. Примерно столько же будет республиканский контракт заключен. Также будет видеонаблюдение. И остальные участки будут закрыты тоже за счет различных подвесных организаций, школы, больницы будут свои камеры использовать. То есть если максимально собрать те ресурсы, которые у нас имеются в наличии, то я думаю, что мы сумеем организовать видеонаблюдение на всех без исключения участках. Александр Иванович, вот есть такая информация, что сейчас расширили общую федеральную часть списка по выборам в Государственную Думу. Для чего это сделали? Ну, это была инициатива со стороны политических партий. Для них, ну, я думаю, что очень важно обеспечить, чтобы ядро партии гарантированно оказалось в числе депутатов Государственной Думы. То есть 15 человек – это как раз та квота, которая стопроцентно попадает в состав парламента при условии, если партия преодолевает 5-процентный барьер. А насколько вообще сейчас партии готовы к выборам, по вашему мнению? Ну, на сегодняшний день все партии, практически все партии декларируют свое активное участие в выборах, и это неудивительно, потому что участие в выборах – это основная вообще идея, основная цель, для которой создается политическая партия. Ну, время покажет. У нас активный процесс выдвижения начинается с 30 июня и будет проходить 30 дней, до 30 июля. До 4 августа все должны подать документы на регистрацию, и вот после того, как пройдет этап регистрации, уже будет точно известно, сколько у нас партий будет в избирательном бюллетене, сколько кандидатов будет по каждому одномандатному округу. Но мы со своей стороны на сегодняшний день оказываем максимальную помощь информационную, методическую всем политическим партиям и декларируем свою готовность поддержать кандидатов в том плане, что если все документы будут своевременно и правильно представлены в комиссию, то у нас не будет оснований для отказа от регистрации той или иной партии или тому или иному кандидату. Наша задача сделать так, чтобы все были в одинаковых условиях в плане представления агитационных возможностей и при этом, чтобы все это происходило максимально безопасно и желательно без какого-то излишнего контакта при осуществлении вот этой агитации. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня о предстоящей выбранной кампании в Государственную Думу Российской Федерации и в Государственный Совет Чувашии мы беседовали с председателем Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Александром Цветковым. Спасибо большое, Александр Иванович. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok